МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вам мирная жизнь после того, что происходит на фронте? Вы, наверное, уже отвыкли от нее. Здравствуйте. Да, я прибыл в отпуск. Ну, немножко непривычно после того, как провел достаточно большое время, скажем так, больше по лесам, по полям. Сейчас уже окунаешься в мирную жизнь. Немножко общение у людей другое, немножко ритм жизни другой и все остальное. Ну, быстро к этому привыкаешь, вспоминаешь, как это было раньше. Поэтому, в принципе, адаптировался быстро. Ну, как у нас отпуск к отечественным, так и адаптация должна проходить с к отечественным. Быстро сюда, быстро обратно, и снова короткая адаптация, и снова к делам, да? Да. У нас нет времени на скачку. Ну, смотрите, практически чуть больше года назад началась мобилизация. Насколько мне известно, в вашем мотострелковом полку очень много мобилизованных. И как раз-таки с Ульяновска. Расскажите о том, как все это проходило, как все это начиналось, как пополнялся полк. У нас, да, началась, когда мобилизация, большая часть полка состоит из ульяновцев. У нас присутствуют военнослужащие еще других регионов. Это Оренбургская область, Республика Мордовия, Республика Морел и Республика Чувашия. Но основной костяк составляют военнослужащие, призванные из города Ульяновска и Ульяновской области. После начала мобилизации, соответственно, начали приходить повестки, и люди начали распределяться в 623 учебный центр. Там их проходили короткое собеседование, узнавали, где они служат, чем до этого занимались, и расстановка их по должностям. Пытались первично, на основании общения с ними и их учетных документов, понять, где больше они могут принести пользу. Так мы сформировали и оставили людей на должности, и так убыли для выполнения боевых задач. Ну что это за люди? Вот как вы можете описать свой коллектив? Какими качествами они обладают? И, наверное, многим зрителям будет интересно, почему все-таки основной костяк из Ульяновска. Как так получилось? Ну, почему основной костяк из Ульяновска, ответить не могу. Это, скорее всего, было спущено сверху. С какого региона сколько призывать. Но, если вы знаете, у нас после убытия нашего полка набрали еще два полка. И там были уже преимущественно военнослужащие из других регионов. Просто мне повезло работать преимущественно со своими земляками, скажем так. Костяк очень разный. Нет такого, что люди какой-то одной социальной группы или одной профессии, или еще что-то. Есть и те, которые до этого не работали. Есть бизнесмены, причем даже крупные бизнесмены. Есть бывшие депутаты ульяновские. То есть все люди достаточно разношерстные. Единственное, что их объединяет, это, наверное, патриотизм, активная жизненная позиция, потому что они не отказались от выполнения боевых задач, не стали какими-то правдами-неправдами уклониться от мобилизации. Это их, наверное, объединяет. А так все люди абсолютно разные. И по профессиям, и по предыдущей службе, и чем они занимались на гражданской жизни. Есть как молодые люди, так уже и пенсионеры гражданские, пенсионеры военные. Есть ли люди с боевым опытом? Люди, которые проходили какие-то иные боевые конфликты? И насколько они отличаются качественно от тех, кто просто служил в армии, например, и пришел по мобилизации? С боевым опытом, конечно, военнослужащие у нас есть. Люди, которые имели боевой опыт, они в основном начали вокруг себя организовывать других людей, объяснять, как себя необходимо вести, оказывать помощь. Люди, которые служили в срочную службу, они, естественно, к ним прислушивались. То есть это во многом помогло быстрее адаптироваться всему коллективу к имеющимся обстоятельствам, имеющейся обстановке, которая была там. Ну, вот вы сказали, люди стали объединять вокруг себя других людей. Вот опытные. Сами стали объединять? Или все-таки вы, как командир полка, расставили их на ключевые позиции? Смотрите, мы не всегда при формировании полка, они все встали на те должности, которые расположены к чему. То есть некоторые военнослужащие, у которых вроде нет образования, нет еще чего-то, они были назначены обычными солдатами. Но когда приехали, имея какой-то свой опыт за плечами, они показали, что они способны руководить коллективами, способны выполнять задачи, работать на отдельных направлениях. Поэтому мы их назначали уже на более вышестоящие должности, что помогало сплотить этот коллектив и более качественно выполнять задачи. То есть в любом случае то, что мы здесь кого-куда назначили, это не оказалось догмой, потому что достаточная скоротечность формирования полка не позволила нам полностью оставить всех людей по предназначению. Плюс люди по своему характеру по-разному скрываются, скажем так, в мирные и в боевой обстановке. И многие люди, которые здесь не показывали себя никак, то есть были тихими, спокойными, неактивными. Когда попали в боевую обстановку, показали, что они могут намного больше, чем они сами подозревают об этом. И поэтому, да, мы небольшие перестановки делаем, и таких людей выдвигаем, и они уже более качественно, эти подразделения выполняют свои задачи. Давайте поговорим теперь о месте, где ваш полк сейчас находится. Ну, естественно, только то, что можно говорить. Обжились, привыкли к условиям, есть ли какие-то изменения? Вас, может быть, перебрасывали с участка фронта на другой участок? Или вы где-то как вот зашли, одно место заняли и держите там оборону или что-то еще? Ну, мы практически с самого начала как зашли с южного направления, так там и находимся. Изменение позиции незначительное, то есть, да, не сидим на одном месте, но изменения незначительные. Поначалу людям было достаточно тяжело привыкать, что надо жить не в домах, а надо жить в землянках, которые, в окопах, которые сами себе готовят. Но в итоге спустя месяц-полтора они уже начали привыкнуть, что, во-первых, так безопасней, так даже в некоторых случаях комфортней, потому что живешь, местные о тебе не знают, где вы находитесь. Никто не знает, соответственно, и противник не знает, где вы находитесь. Плюс, если здания это достаточно хрупкие на самом деле, особенно на югах, которые не строят монументально, то под землей эта защита намного лучше. И сейчас люди к этому привыкли, готовы, уже научились достаточно быстро и качественно обыстревывать свой быт. Если зайти в нынешние землянки военнослужащих, то некоторые не отличаются от полноценных квартир. Понятно, хорошо. А что можете сказать про нашего противника? Вот на том участке фронта, где вы ему противостоите. Многие склонны недооценивать, наверное, украинскую сторону, многие склонны переоценивать. Но это здесь, далеко от фронта. То есть удобно быть таким диванным экспертом, что называется, и что-то там смотреть картиночки в телеграме и измысливать какие-то варианты. Вы как человек, непосредственно соприкасающийся с реальностью там, что можете сказать? Недооценивать противника никогда нельзя. Противник работает, соответственно, работает зачастую неплохо, но именно на нашем участке у нас все подготовлено хорошо и противостоим ему достойно. Уже люди научились понимать противника, когда что он планирует, поэтому, скажем так, достаточно легко на все действия противника мы отвечаем. И тоже очень много разговоров про то, что война совершенно иная сейчас идет, что она отличается даже от совсем недавних конфликтов, которые проходили в мире, в которых, например, сотрудники частных военных компаний участвовали, или, например, взять ту же вторую чеченскую компанию. Все поменялось. Действительно ли это так? Квадрокоптеры доминируют теперь, не авиация, что-то, может быть, еще? Да, сейчас немножко все изменилось. Сейчас война идет больше высокотехнологичная. Очень много беспилотной авиации, очень много квадрокоптеров стараются применять те средства, которые меньше задействуют личный состав. То есть наше руководство бережет личный состав, и, в принципе, и противник старается, но у него поставляется ему многое, чтобы, соответственно, использовать и беспилотные летательные квадрокоптеры, и артиллерийские системы. Плюс очень все сейчас завязано больше на разведку, и на разведку не когда человек идет именно в разведдозор или еще куда-то, и выясняет, а именно высокими технологиями. Спутники, как я уже сказал, квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты. И этим война очень сильно отличается. Плюс она отличается, если до этого мы примерно имели одинаковое вооружение всегда с противником. Сейчас у противника очень много всего разного, и всегда это пополняется. И оно все, скажем так, разнокалибренное. Каждому его оружию необходимо новые какие-то контрмеры изучать, применять, и людям привыкать к этому. Вы сейчас так отвечаете, я просто по глазам вижу, что у вас есть какие-то образцы. Что-то вам удалось захватить, скорее всего. Ну, на самом деле... Сами изучали. На самом деле, захватывать мы ничего не захватывали, да. Личный состав сбивал и беспилотники, и квадрокоптеры противника. Плюс нам командование постоянно доводит, что новое появилось на вооружении у противника. Мы это тоже самое изучаем, доводим личному составу. Пытаемся быть, соответственно, в теме всего происходящего. Ну, то есть, проще говоря, если сейчас на вашей позиции, не дай бог, конечно, условно, выкатится какой-нибудь челленджер английский, ваши бойцы знают, что с ним делать. Да, у нас на полигонах есть плакаты его, военнослужащие там, когда проводятся занятия по боевой подготовке, и изучают и слабые, и сильные стороны, соответственно, техники противника. Вот, слабые и сильные стороны. Теперь, ну, с техникой понятно. Нашу технику мы знаем, слабые и сильные стороны, противника изучаем. А вот слабые и сильные стороны личного состава украинской армии, какие можете назвать? Ну, сильные стороны, это, наверное, все-таки их вооружение, экипировка. Слабые стороны, это в чем-то отсутствие мотивации у многих, у большинства, скажем так. То есть, да, есть те, которые, скажем, нацисты, они замотивированы. А те, которые обычно мобилизованные, у них тоже такое присутствует повсеместно, это обычные военнослужащие, у них мотивация намного слабее. Павел Сергеевич, а вам лично удавалось повидаться, пообщаться с украинскими военнослужащими? Может быть, пленные? Я просто у всех гостей в студии, кто бывал в зоне СВО, так или иначе, связан с нашей армией, всем задаю этот вопрос. Пока что никто не видел пленных. Может быть, вы? Нет, я пленных не видел, я знаю, что они были, в том числе наши военнослужащие помогали доставлять пленных, но их сразу передаем вышестоящему командованию. Это понятно. Ну, в принципе, отношение украинской стороны в армейской ее части к нашим вооруженным силам известно. Как правильно вы говорите, есть замотивированные националисты, есть те, кто старается при первой возможности сдаться, потому что хочет жить и не понимает, за что он там воюет, какой интерес у него лично и к киевским этим всем делам. Какое отношение у мирного населения к нашим военным? У мирного населения, когда мы там появились, было достаточно настороженное. Сейчас по большей части, ну, не по большей части, практически у всех положительное. Есть неопределившиеся, но по большей части положительное отношение к нашим вооруженным силам. Соответственно, где-то мы им помогаем, где-то они что-то подсказывают. Вот, и мы стараемся тоже с ними работать. В том числе некоторые вещи, там, малоимущим семьям, еще что-то. Мы также оказываем помощь. Оказывали помощь, там, и с техникой, и с подготовкой воды. То есть есть вещи, которые мы стараемся делать для населения, для, чтобы они поняли, что мы пришли с миром. Ну, судя по выборам прошедшим и до этого референдумам, соответственно, видно, что люди, в принципе, положительно к этому относятся. Как бы они говорят, что у нас очень многое меняется. Они в основном этим всем довольны. Ну, да. Если, кстати говоря, так посмотреть, прям из видимых изменений, это дороги. Там совершенно ужасная была ситуация с дорогами на тех территориях, где вообще не упала ни одна бомба, то есть за время всего конфликта. Сейчас они строятся, это заметно, но плюс города, инфраструктура. Чем вы можете людям помочь? В принципе, понятно. Чем они вам помогают? Продукты питания, там, не знаю, что-то подсказать, где можно пройти куда-то, не знаю. Нет, ну, подсказать, где можно пройти, нет. А некоторые вещи, ну, больше в бытовом плане, когда мы приехали, рассказать о местности, какая местность, что какие насекомые опасные, не опасные, там, где можно, соответственно, те же есть хорошая вода, плохая вода. Ну, соответственно, контактируем, но там же помогали они нам, например, с тушениями пожаров, с техникой. То есть какие-то мелочи вроде, ну, помогаем друг другу, стараемся взаимодействовать. Чем больше взаимодействия, соответственно, тем и нам легче, мы не беспокоимся за свой тыл, и населению легче. А отличаются ли эти люди чем-то вот от нас, от жителей Поволжи, имею в виду менталитет? Ну, наверняка, да, потому что если мы даже за Урал поедем, в Сибири там у людей совершенно другой подход к жизни. Вот у людей из наших новых южных регионов, как они смотрят на жизнь в целом? Почему они, например, не уезжают из зоны, где находятся российские военные? То есть она потенциально опасная, может, украинская сторона обстрелять в любой момент? Многие не хотят бросать жилье, вот. Многие не уезжают, ну, потому что уже привыкли. Очень молодое население, оно бывает, да, кочует, совсем не уезжает, но уезжает там немножко подальше. А те, кто уже постарше, они не уезжают. Менталитет отличается достаточно радикально. Может, это связано в принципе с менталитетом, может, уже связано с тем, что они привыкли к данной обстановке, но у них нет какой-то боязненности. Они даже в тех условиях всегда поддерживают у себя в поселках, в городах, можно сказать, идеальный порядок, вот. Они достаточно общительные, они готовы идти на контакт все. То есть они, в принципе, немного отличаются, и было немного удивительно, когда в такой тяжёлой обстановке люди продолжают жить, и по ним кажется, что они не обращают внимания даже на то, что происходит вокруг них. Ну, и с пониманием относятся, соответственно, к военным. То есть, да, есть какие-то ограничения в связи с тем, что мы там находимся, это и передвижения определённые, когда можно, куда можно. Комендантский час. Комендантский час и так далее. Досмотры машин. Все относятся с этим с пониманием, потому что понимают, в том числе, что и их безопасность от этого зависит. Давайте тогда поговорим снова об отношении только уже наших бойцов вообще к проведению специальной военной операции. Я уверен, что и у вас, может быть, даже поменялось как-то мировоззрение. То есть год назад это было одно понимание. Сейчас, наверное, оно как-то поменялось. Вы в чём-то укрепились, в чём-то разубедились. В целом, как личный состав относится к тому, что происходит сегодня на юго-западе России? В принципе, личный состав, да, поменялся. Многие не представляли вообще, что происходит. То есть, особенно, кто был призван с дальних уголков, они не всегда интересовались ни политикой, не всегда интересовались, что происходит в мире. Сейчас люди уже этим всем интересуются. Помимо того, что они интересуются и самими событиями, которые есть там, на территории, где мы находимся, они уже начинают интересоваться событиями и намного дальше. пытаются отыскать уже, с чего это начинается. Общаясь с теми же местными людьми, вот, чем они нам помогают, они, разговаривая с людьми, всё-таки показывают нужность всего этого. И люди, когда военнослужащие видят, что люди местные говорят им спасибо, они понимают, что они находятся там не зря. А если сейчас в российской армии, то, что раньше в советской армии называлось замполит, я просто помню, что в 90-е как-то это всё старательно рушили, потому что, ну, фу-фу-фу, пропаганда, как-то так в армии. Сейчас, мне кажется, есть определённая необходимость. Вот у вас в подразделении есть человек, который занимается морально-психологической подготовкой бойцов, и объясняет им как раз и мировую обстановку, следит постоянно за новостями и как-то трактует события для личного состава. У нас и у меня, и у всех командиров, даже более низкого звена есть, заместители по военно-политической работе. Вот. Да, это сейчас очень необходимо. Данные военнослужащие, особенно среди мобилизованных, несут очень большой вклад, так как они с самого начала объясняют, зачем это необходимо, как это необходимо, доводят, по имени, положительные, отрицательные. Вот. Помимо этого, мы назначаем активы в подразделениях, потому что подразделения в той обстановке собрать невозможно всё вместе. Вот. Поэтому, помимо того, зам по воспитательной, военно-политической работе постоянно объезжают подразделения свои подчинённые. Есть ещё активы, через которые то же самое мы доводим положительный опыт наших войск, негативный опыт, к чему надо стремиться, почему мы это делаем. Это востребовано самими солдатами, потому что связь не всегда есть. Почитать свежую прессу, естественно, они не могут. Вот. Ну и по уровню своих должностей они всегда владеют всей обстановкой, которая происходит. А потребность в этом есть, потому что мобилизованные отличаются, например, от того же срочника, что это уже люди взрослые, созрелые, зрелые, и они уже начинают думать. Им нельзя просто сказать какую-то глупость, и они вам поверят. Они уже думают, они уже осознают, и все их действия на 99% всегда сознательны. Поэтому если им не объяснять каких-то вещей, то может что-то пойти не так, потому что они все люди думающие уже. Это немножко другая категория людей. И без информации им тяжело. Ну, то есть получается, вопреки вот расхожей западной, там, украинской, американской, британской пропаганде, что в окопах российской армии сидят серая безликая масса, которую загнали пинками на войну. А у нас-таки люди как раз-таки с низового средового сержантского состава умеют задавать вопросы и получать на них ответы. Да, и как я уже сказал, что публика у нас разношорстная, но есть, я говорю, и депутаты, и бизнесмены, которые думать умеют. Даже те, которые призваны с глубинки, им уже всем далеко за 30, там, совсем молодых у нас мало, вот, 30 плюс в основном, там, 40 плюс. А это люди уже, которых мировоззрение сформировалось, они умеют думать, и им нельзя сказать, что белое — это чойное, чойное — это белое, они поверят. Такого нет. И им надо объяснять, и объяснять хорошо. Если они не поверят, то у них будут совершенно другие действия. У нас нет людей, которые просто делают для того, чтобы делать. Все уже понимают, для чего и что они делают. Да, ну, Павел Сергеевич, вот смотрите, такой немножко личный вопрос. Вот мы с вами общаемся, да, уже достаточно продолжительное время. А вы ведь не создаете впечатление армейского полковника такого, знаете, который равнясь мирно, очень мягкий человек, очень добрый. Вы с подчиненными так же общаетесь? Как они от вас команды получают? Ну, во-первых, всегда надо находить компромисс. То же самое. Всегда можно кричать. Уважения от людей за это не получишь. От криков и так далее. Когда необходимо покричать, я тоже могу покомандовать грозно и так далее. Но я говорю, что в связи с тем, что люди понимающие, достаточно спокойно им поставить задачу, и они ее выполняют. Такого, что кто-то отказывался выполнять задачу, такого нет. Ну, поначалу, да, было тяжело, когда многие не понимали, или забыли уже со своего возраста, что такое военная служба. Иногда, да, приходилось покричать, поставить на место. Но сейчас уже люди ко всему привыкли, к единоначалью, кто командир, кто начальник. И людям не хочется, чтобы на них кричали. И они понимают, что любое, скажем так, то, что я сказал, это и есть приказ. Если они не выполнят, когда я сказал по-хорошему, они это и выполнят, когда я скажу это по-плохому. Так что лучше сразу, лучше не ждать. Понятно. Мы у вас в гостях, в вашем подразделении, были с Алексеем Юрьевичем Брусских весной этого года. Вы тогда сразу губернатору одни из первых слов. Вы сказали, что очень много награжденных. И вот уже есть медали у людей, и ждете еще одну партию. Как сейчас обстоят дела? Много ли героев в вашем подразделении? Я считаю, что герои все, кто выполняет задачи, кто не уехал, не нашел причины покинуть подразделение по тем или иным причинам. Они все герои. Госнаградов с тех времен прибавилось количество. Есть награжденные и государственными медалями, и орденами. Соответственно, эта работа продолжается. Сейчас у нас еще более 100 человек поданы на награждение. Это не считая ведомственных наград Министерства обороны. Процесс этот идет, люди отличаются, стараемся их поощрять. Это как ведомственными, государственными наградами, так, соответственно, и с помощью регионов. То же самое бывает, что с регионов нам присылают какие-то, по нашей просьбе, благодарственные письма от региона, какие-то ценные подарки, потому что люди заслужили, им надо показать, что они все делают правильно, потому что каждому человеку приятно услышать доброе слово. Пастор Ильич, и последний вопрос. Времени очень мало остается, тем не менее, я его задам. Вот вы в отпуске, и это многих людей радует, что бойцы возвращаются в отпуск с линии соприкосновения. Как часто кроме вас личный состав отправляется домой? У нас весь личный состав уже минимум по одному разу сходил в отпуск. Сейчас уже процентов 30 уже пошло по второму разу в отпуск. Ходят они 14 дней плюс дорога. На дорогу мы даем еще 4 дня, чтобы добраться оттуда. Итого у них получается в среднем по 18 дней они находятся все в отпуске. Было поначалу чуть поменьше, но кто в первый раз сходил меньше, они сейчас идут на АБУ. Компенсируют. Соответственно, все уже, скажем так, первый раз все сходили 100%, сейчас идут все по второму разу в отпуск. Проблем с этим особо нет. Единственное, мы не отпускаем там очень много, потому что все зависит от обстановки, оголить свои позиции мы тоже не можем, но ходит достаточно количества, плюс подоговоренности с губернатором помогает, чтобы это все было быстрее и качественнее. Выделяют нам автобусы и их привозят и забирают на автобусах централизованно. Им не надо искать пути, способы и возможности добраться до дома. спасибо спасибо вам за этот ответ, спасибо вам за вашу работу и хорошо, что у нас и система отпусков налажена, и система взаимодействия подразделений на фронте, то есть в нашей победе мы точно не сомневаемся, спасибо огромное, пожму вам руку, с нами был Павел Сергеевич Ермаков, командир 1253-го мотострелкового полка, который сейчас сражается в зоне проведения специальной военной операции. Редактор субтитров А.Семкин